Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас выпуск по психологии, поэтому мы такой несколько домашней обстановки сегодня с вами пообщаемся. Мне хотелось бы вам напомнить, что выпуски существуют за счет вашей поддержки, за счет ваших просмотров, за счет ваших комментариев. Поэтому перед тем, как мы начнем с вами общаться, конечно же, поставьте мне лайк, подпишитесь обязательно на канал и внизу напишите любой комментарий. Я с удовольствием устрою разбор ваших вопросов. Исключением будут только, конечно, какие-то частные случаи, которым нужно посвящать целый выпуск. Целый выпуск мы не сможем обсудить. Но вот скоро у нас на канале будет прямой эфир, и там, пожалуйста, мы с вами поговорим обо всем, что вам интересно в плане научного подхода. Частная история – это дело частных консультаций. Такие дела. Итак, дорогие друзья, сегодня очень интересная тема. Тема в плане психологии. Мы сегодня обсуждаем психотипы разных народов. И, как помните, я вам говорил, что не может быть типа личности, который формировался бы в плане национальности. Вот родился человек евреем, значит, он там денег хорошо умеет зарабатывать. Или еще что-то такое. Такого у нас нет. Однако есть другая тема. Это социальная настройка. Социальная настройка формируется в тот период, когда индивид растет, развивается в обществе и приобретает свой индивидуальный опыт. К социальной настройке из племени какого-нибудь тумба-юмба будет, соответственно, позитивный опыт в плане того, что кушать людей – это хорошо. Социальная настройка европейского человека – это примерно о том, что кушать людей нехорошо. Таким образом, может возникнуть конфликт интересов, дорогие друзья. Племя тумба-юмба против европейцев. И в данном случае мы должны понимать, что всему виной, конечно же, не сама генетика племени тумба-юмба, которая заставляет есть людей, а культура, которая формирует, соответственно, на такую социальную надстройку в плане навыка поедания людей или еще каких-нибудь антисоциальных навыков. Если рассматривать сие явления в рамках типологии личности, то мы можем говорить о том, что, конечно, формируется в каком-нибудь племени тумба-юмба или диком племени, формируется какой-нибудь не очень хороший тип личности. То есть человек, будучи даже эмотивом, будет склонен к психопатии или социопатии. Просто по той причине, что, конечно же, народ, который его окружает, культурный слой, который окружает, будет требовать от него такого поведения. И действительно, изучая такой тип личности, изучая такого человека, мы можем сказать, что его вторичная часть, его фундамент, он психопатичен, допустим, в результате того, что в племени тумба-юмба были кровавые жертвоприношения, не знаю, какие-нибудь там поедания своих родственников и сражания на смерть на дубинах. У европейцев, конечно, уже такой вот психопатический, соответственно, склад, он будет меньше у современных. Может быть, это тумба-юмба когда-то в прошлом существовало. Неважно, я специально беру какой-то придуманный пример, чтобы, соответственно, мне тут не выдумывали, что я против кого-то конкретного. Хотелось бы обсудить с вами вот какую деталь. Обязательно посмотрите мое видео про два психотипа. Там мы рассуждали вот о чем. Есть, соответственно, первый тип личности в человеке, первичный – это его ядро, то, что генетически детерминировано. И здесь он может быть совершенно рандом, кем он будет, но мы, соответственно, выбираем из восьми типов личности, которых, я надеюсь, уже вы ознакомились на моем канале и о которых вы знаете. Если вы пользуетесь другой классификацией, дорогие друзья, не пользуйтесь другой классификацией. Если смотрите мои видео, они все разные, они разнятся. Вы можете меня просто не так понять. Поэтому ничего сложного нет. Пожалуйста, переходите по ссылочкам или в плейлист «Психология». Заходите, всего лишь за 5-8 минут я там рассказал о каждом типе личности, хотя бы примерно, чтобы вы понимали название и сторону, в которую ветер дует. Так вот, два типа личности. Первое – ядро генетической детерминированности, то, с чем вы родились. Второе – это как раз социальная надстройка. Это как раз тот культурный слой и те события в жизни, которые формировали в вас того, кем вы являетесь на самом деле. И, соответственно, благодаря религиозным различным надстройкам, благодаря каким-то социальным надстройкам, у вас и формируется то, что вы имеете сейчас. Даже когда вы начинаете жить со своим партнером, супругой, супругом, вы так или иначе с годами будете наследовать его психотип. Вы как бы будете обмениваться с друг дружкой вашим типом личности. Поэтому я вам рекомендую очень внимательно выбирать себе партнеров, потому что вы не только будете жить с человеком, но и отчасти будете копировать какую-то его манеру поведения, какие-то его те или иные, соответственно, привычки и так далее. И ваш тип личности действительно будет меняться с возрастом. Большую или лучшую сторону – это большой вопрос. Я вот даже слышал о таком термине, как вторичный нарциссизм. Вторичный нарциссизм якобы возникает у людей, которые, соответственно, жили продолжительное время с нарциссом. Дорогие друзья, если вам интересно про вторичный нарциссизм, тема очень новая, есть разные термины, как это называется. Напишите мне внизу в комментариях, мы обязательно с вами поговорим об этом в следующих выпусках. А на данный момент я призываю вас всех еще раз подписаться ко мне на канал. Я призываю вас посмотреть мое видео. Первое мое видео – это то, о котором я говорил. «Два психотипа в одном человеке». Ссылочка будет где-нибудь внизу, в описании или вот здесь, в уголке, в подсказочках. Значит, и второе мое видео – это, по сути, вторая часть этой видеозаписи. Сейчас я поеду в такое место под названием «Большой Будда» в Таиланде. И, соответственно, мы с вами на примере тайцев немножко поговорим о том, какая же у них культурная настройка и какой же у них сформировался вторичный психотип. Соответственно, непосредственно сразу за этим видео выйдет, сразу выйдет видео у Большого Будды. Все ссылки, все будет, может быть, чуть позже, так как я позже буду снимать. Соответственно, вы увидите в описании, ну, где-нибудь в подсказках. А я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья и психологического равновесия, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok